Друзья, сегодня наш с вами разговор будет о том, как сделать шампунь вовсе без использования павов. Полностью натуральный и, по сути, из одного ингредиента. Этот ингредиент, вы наверняка хорошо знаете, называется он мыльный корень. Мыльных корней под таким вот общим названием бывает несколько видов. Самые доступные из них это колючий листник железистый. Вы его в природе, вероятно, самостоятельно найти не сможете. Он же растет в такой гористой местности и добывают его в большом количестве. Его можно купить. Вот такая коробочка в 200 грамм стоит в районе 300 рублей. Если брать оптом, то можно найти килограммовые пакеты в районе 500-600 рублей. Я взяла именно колючий листник железистый, потому что в нем до 30% содержится сапонинов, которые являются природными щелочью, природными павами. Выглядит этот корешок следующим образом. Я вам сейчас его покажу поближе. Вот такой вот белый, иногда с коричневой корочкой, довольно-таки крупные кусочки. Вам может попасться он в порошке, а может попасться вот такими крупными кусочками. Что мы с ним делаем? Нужно замочить корень колючий листника в воде на ночь, в обычной теплой воде комнатной температуры. Замачиваем в соотношении 50 грамм корня на 500 миллилитров воды. Вы наверняка встречали такое растение, как мыльник. Зеленое высокорослое многолетнее растение с белыми или розовыми цветочками. Вы можете найти семена в продаже. Он называется мыльнянка лекарственная. Тоже имеет те же свойства. В нем тоже очень много сапонинов. Можно вырастить на даче и заготавливать как зелень, так и корни. Корни заготавливаются либо осенью, либо ранней весной. А вот зелень вы можете использовать, соответственно, все лето. После того, как вы замочили корень либо мыльнянки лекарственной, либо колючий листника железистого на ночь, он разбухает. Я вам сейчас покажу разницу. Он увеличивается в размере, разбухает, становится таким мягким, даже я бы сказала губчатым. Отвар из него получается вот такого цвета. Здесь у меня в районе 300 миллилитров отвара, которого мне хватит для использования на мою длину волос. До поясницы на два раза. На более короткие волосы может уходить от 50 до 80 миллилитров. Отвар делается очень просто. Ставим настоявшийся размокший корень на плиту. И 20 минут увариваем отвар прямо с вот этими корешками. Он начнет пениться. Отвар, то есть если мы вот так вот ручкой поболтаем, я вам сейчас покажу, какая здесь пена получается. Вот видите, белая мыльная пена. Похожая на мыльную, потому что сапонины действуют немножко по-другому. Они имеют поверхностно-активные компоненты, которые очищают волосы, кожу. Из него можно делать гели и шампуни. Если вам непривычно мыть голову отваром, а происходит это следующим образом. Вот вы мочите голову и распределяете жидкость от корней и по всей длине волос. И держите от 10 минут. Это важно, потому что натуральные компоненты мыльного корня работают именно так. Нужно держать, чтобы грязь ушла, чтобы волосы очистились. Как маску нужно нанести и подержать. Если вам непривычно, что вы моете голову по сути водой, вот такой вот абсолютно жидким отваром, попробуйте внести в отвар ксантан и любой консервант. Ксантан это натуральный гелеобразователь. У вас получится такое подобие шампуны. Да, он не будет так пениться, как обычный промышленный шампунь, но очищает он, поверьте, не хуже промышленных составов. Отвар мальнянки получается щелочным. В этом можете убедиться следующим образом. Я покупаю вот такие вот лабораторные тест-полоски. Здесь их 100 штук. Важное условие, что ваш отвар должен быть PH 5,5. Если PH выше, вот я в готовый отвар обмакиваю, то есть полоску, и сравниваю ее с таблицей. У меня PH получается 5,4-5,6 где-то в среднем. 5,4-5,6 это тот PH, который должен быть у вашего отвара, у вашего мыльного отвара. Если PH выше, добавляем уксус. Если не боитесь, я не боюсь, например, если PH чуть повыше, вы можете использовать просто кислое ополаскивание. Настаиваете уксус на любых травах или берете просто яблочный уксус и ополаскиваете им волосы после использования раствора мыльнянки, отвара мыльнянки. Также есть много способов мытья волос порошком из мыльного корня. Но для тонких волос или для длинных волос это не слишком удобно, потому что частички все равно довольно крупные остаются, они забиваются в волосы, их потом приходится вычесывать или выдувать феном. Но отваром самый простой способ. Шампунь из этого отвара сделать можно при помощи ксантана и при помощи консерванта, но можно использовать в чистом виде просто отвар. В него вы можете добавить эфирные масла, вы можете добавить в него косметические уходовые масла, но я бы советовала вам пользоваться и в чистом виде, а вот для ополаскивания использовать кондиционер на основе уксуса. Я думаю, что все вы знаете, как его приготовить и как его использовать. Если мы вот этот раствор взболтаем, я вам сейчас покажу в колбе прям, то образуется пена. Вот такая вот пена образуется в растворе. И есть такой способ приготовления шампуня из мыльного корня, как эмульсия такая. Вы берете отвар вместе с корнем, который уже разбух, опускаете в этот отвар погружной блендер и взбиваете его до образования пышной пены. И потом вот этой пены уже наносите на волосы, на тело, можете использовать его как угодно, эту пену, потому что она тоже создает эффект, очищающий эффект. Мылиться в полноценном смысле того, как мы привыкли с промышленными шампунями, конечно, этот состав не будет. Но, конечно, он гораздо мягче, чем любой паф, даже самый-самый экологичный, самый-самый нежный. Но это полностью натурально, это можно вырастить у себя на даче. Мыльнянка растет замечательно во влажных овражках, куда угодно можете засыпать. И на солнышке она растет, выносит им умеренное затенение, не выносит только застойную воду. Но в целом растение прекрасное, растение очень полезное, можно выращивать его на подоконнике, если уж сильно хочется. Но на крайний случай его можно купить, потому что получается, что пол-литра отвара из 50 грамм хватает на 4-5 использований. То есть 4-5 использований, 50 грамм корня. Если вы моете короткие волосы, соответственно, это еще экономичнее. Важно! Отвар мыльнянки хранится в холодильнике на протяжении недели. Но если вы сделаете шампунь из него на основе ксантаны и консерванта, тогда вы можете его хранить до месяца, не в холодильнике. В принципе, проще всего по выходным варить отвар и использовать его непосредственно хранящийся в холодильнике. Есть еще один интересный способ – замораживание. Кто бы мог подумать, что шампунь из мыльнянки можно хранить в морозильнике. То есть вы сделали отвар, заморозили его по 50 миллилитров. Вот прямо в леднице, знаете, в этой вот формочке для кексов силиконовой заморозили. И потом достали эту льдинку, положили ее в баночку, которую вам удобно использовать, и пошли, собственно, мыть голову уже с растаявшим вот этим шампунем. Удобный способ хранения, который можно использовать, например, летом, когда вы имеете большое количество зелени мыльнянки, вы сделали отвар, измерили его pH. Если pH низкий, можно уваривать отвар до тех пор, пока pH не станет таким, как вам нужно. То есть таким образом вы можете заготовить отвар впрок, заморозив шампунь порционно. Мылиться в привычном смысле этого слова мыльнянкой не будет. Создается вот такая легкая пена, а на волосах создается такой вот эффект скользкий, когда вы чувствуете, что на волосах есть какой-то кондиционер, что ли, похожи очень на кондиционирующие свойства. Вот у меня сейчас волосы помыты. Я только что помыла волосы специально перед тем, как снимать видео, помыла волосы вот этой вот мыльнянкой, просто отваром. Волосы чистые, хотя были у меня загрязненные довольно сильно, довольно гладкие. Я не использовала никаких кондиционеров, даже уксус не использовала сегодня для того, чтобы понять в чистом виде результат. Есть еще один способ приготовления шампуня с мыльнянкой на основе трав. Делается он следующим образом. Вы берете мыльный корень и замачиваете на ночь, потом делаете отвар. И в этот отвар кладете травы. Например, очень хорошо использовать хмель, очень хорошо использовать крапиву, ромашку, все что угодно. Вы закладываете прямо в этот отвар, накрываете крышкой и до получаса настаиваете с травами вот этот вот отвар мыльнянки. После этого используйте его точно так же, как и чистый отвар. Вы получаете и уходовые свойства, потому что вы этот шампунь, вы этот состав держите на волосах 10 минут. То есть у вас получается, что травы остаются на волосах длительное время. И, собственно, получаете эффект там осветления, убирания желтизны, добавления желтизны в зависимости от того, какие травы вы использовали. Здорово очень использовать крапиву, повторюсь, хмель, ромашку, ну и любые другие травы, которые вы хотите использовать. И пара слов о консервантах и активах, которые можно добавить непосредственно вот уже в готовый раствор. Я предпочитаю использовать экстракт розмарина, который является природным антисептиком и консервантом. То есть в готовый отвар я добавляю 5-6 капель экстракта розмарина и уже после этого закрываю пробкой и отправляю в холодильник. Так у вас точно совершенно неделю простоит ваш готовый фито-шампунь. Ну что, я надеюсь, информация была вам полезна. Вы теперь знаете, что шампунь можно делать не только из павов, но и полностью из растительных компонентов. Абсолютно безвредных и абсолютно натуральных. Музыка. Музыка. Музыка.